Десна ТВ Творческое объединение юных журналистов и фотографов в Доме детского творчества На наших занятиях мы учимся, как правильно готовить материал, как правильно публиковаться, что нужно делать для того, чтобы тебя отчитали, чтобы было интересно Новогодний шахматный бал в Центре культуры и молодежной политики Папа, мама, я хочу в шахматы играть, вы меня запишите и все Мы его записали, он стал заниматься 25 декабря на площади у администрации Десногорска состоялось официальное открытие новогодней елки И как оказалось, отсутствие снега не повод отказываться от праздника Подробности далее В преддверии Нового года отличное настроение уже есть у самых юных десногорцев Праздничная елка у администрации стала местом искреннего веселья, игр и подарков А поздравляли ребят в этот день настоящий Дед Мороз со снегурочкой Как и подобает сказочному времени года, в добрые планы Деда Мороза вмешалась Баба Яга со своей подругой Вороной Они попытались лишить детей новогоднего настроения, но планам осуществиться не удалось Веселые песни, хороводы и эстафеты доказали ребятам Добро всегда побеждает зло Пришли сюда, чтобы подарить детям новогоднее настроение, настроение праздника И много веселья, так сказать, радуем детей, чтобы они были счастливее И Деду Морозу это точно удалось После игр и представления ребята заметно оживились А полученные сладкие подарки убедили, что Новый год – праздник, который не зря ждут все без исключения С Новым годом! Я желаю вам здоровья и хорошего настроения С Новым годом все люди! С Новым годом! Я хочу передать привет маме, чтобы у нее хорошее было настроение С Новым годом! Я желаю, чтобы все было отличным Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Как писать новости, как придумать яркий, запоминающийся заголовок и снабдить материал качественной фотографией Об этом и не только С недавних пор учат на курсе журналистики и фотографии в Десногорске В октябре этого года в Доме детского творчества появилось объединение под названием «Объективно» Проще говоря, это школа журналистики для юных ребят в возрасте от 12 до 18 лет Идея создания направления пришла к его нынешнему руководителю Татьяне Кужениязовой Во время работы в проекте «Школа Росатома» И теперь вот уже три месяца в Доме детского творчества Школьники, свободно от урока в время, познают интересную и многогранную профессию журналиста Учимся подавать материал именно профессионально Так требуют законы журналистики Мы активно публикуемся Ну а фотографы в это же самое время учатся правильно фотографировать Занятия проходят по двум направлениям – фотография и написание текстов Благодаря такому творческому тандему у ребят получаются интересные работы с красивыми иллюстрациями Которые, кстати, уже регулярно публикуются в городских изданиях Анастасия Моисеенкова давно интересуется журналистикой Свою самую первую статью написала год назад Но поняла, что знаний и опыта всё-таки не хватает После того, как увидела объявление о наборе в творческое объединение «Объективно» Сразу же записалась На наших занятиях мы учимся, как правильно готовить материал Как правильно публиковаться Что нужно делать для того, чтобы тебя отчитали, чтобы было интересно Безусловно, такие занятия помогают молодым ребятам определиться с будущей профессией София Рыцарева – самая старшая учница в студии «Объективно» В 2020 году она заканчивает школу и уже твёрдо знает, что хочет стать журналистом Помимо подачи материала и интересных уроков Софии также нравится возможность участвовать в различных конкурсах по журналистике Я выиграла в конкурсе областном Я в январе поеду на награждение Получу премию Это мне очень поможет при поступлении Все ребята с большим удовольствием занимаются на уроках Учатся делать красивые качественные фотографии и писать тексты для СМИ Но даже если кто-то из учащихся не будет связывать свою жизнь с журналистикой Эти знания всё равно останутся отличным фундаментом для человека любой сферы деятельности Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна ТВ 23 декабря в Центре культуры и молодёжной политики прошёл новогодний бал Но не простой, а шахматный Почему такое необычное название и кто в нём участвовал? Расскажем далее Для детей и их родителей в преддверии Нового года состоялся настоящий шахматный бал В нём принимали участие все воспитанники из проекта «Чёрно-белое королевство», «Шахматы и малыши» Такой проект стал победителем второго конкурса 2019 года На предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества И теперь успешно реализуется в Десногорске Цель этого проекта, то есть мы детей научим о замшахмат Они начнут уже просто играть в шахматы И мы по всем детским садам нашего города пройдём с показательными выступлениями или занятиями по шахматам И принимать участие в этом будут как раз те дети, которые у нас сейчас учатся Шахматное направление рассчитано для детей от 4,5 лет В Десногорске собрано уже 4 группы, каждая из них занимается по 6-8 ребят Ну и, конечно же, без праздников никуда Руководители проекта организовали для своих воспитанников волшебный новогодний бал Всё как и в шахматах Две армии – чёрная и белая И костюмы в виде шахматных фигур И даже были самые главные фигуры – король и ферзь Как и на любом детском новогоднем празднике, не обошлось без различных конкурсов В котором были задействованы и родители маленьких шахматистов Ну и, конечно, стихотворения для Деда Мороза Только так можно было получить заветный подарок Кстати, как оказалось, желание записать на шахматы своего ребёнка не всегда исходит от родителей В семье Александра Спасова инициативу проявил самостоятельный сын Максим Это не мы решили, он решил сам туда пойти и сказал Папа, мама, я хочу в шахматы играть, вы меня запишите и всё Мы его записали, он стал заниматься Занятия шахматами развивают в детях интеллектуальные способности Концентрацию внимания, память и ещё много других положительных качеств Решили отдать, чтобы дети умственно развивались Прежде всего, могли логически мыслить и развиваться в этом плане Чтобы голова не стояла на месте, как говорится Благодаря таким проектам в Атомграде появляется всё больше мест Где бы ребёнок смог проявить и, самое главное, усовершенствовать свои навыки Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна ТВ Обновлённый городской пляж Деснай Пусть небольшим опозданием, но уже готов к предстоящему пляжному сезону Благодаря большому объёму работ привычное место не узнать Был завезён песок, отремонтированы пешеходные дорожки Установлены кабинки, детские игровые комплексы и многое другое Некоторое оборудование закуплено и ждёт своего часа для установки Которое будет с наступлением тёплого времени года Всё это результат федеральной программы формирования комфортной городской среды Которая уже не один год успешно работает в Десногорске Какая территория города будет отремонтирована следующей Решать самим горожанам На сайте администрации Десногорска проводится голосование По выбору следующего объекта для благоустройства Голосование завершится 21 января В конце выпуска о погоде 27 декабря в Десногорске пасмурно, возможны осадки Температура днём и в ночное время около нуля На этом выпуск завершён Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьёв До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»